Ну что, всем привет! В эфире NLP TV. Вот самый NLP TV из всех TV. И сегодня мы решили поговорить на тему обучения, образования, развития NLP и обучения. Каким образом NLP помогает в обучении, на что обращать внимание, каким образом вы можете повысить свою личную эффективность в обучении. Вот об этом мы сегодня и поговорим. И, конечно же, вы можете задавать свои вопросы, мы будем сразу на эти вопросы отвечать. Если вы будете смотреть в записи этот эфир, в любом случае у вас могут возникать вопросы, пишите тогда в комментариях, мы обязательно просмотрим и ответим. Ну что, NLP в обучении. Во-первых, наверное, надо сразу сказать, напомнить о том, что NLP в принципе создавалась как идея о том, чтобы эффективные навыки одних людей описать, причем описать с таким качеством, чтобы другие люди их могли повторить. Ну, повторить со сравнимым качеством. Да, конечно, NLP начало это делать с психологов, с психотерапевтов, поэтому, естественно, изрядный крен среди методов NLP есть в психологической и психотерапевтической направленности. Очень много техник в NLP вот таким вот образом описаны, именно психологических. При этом иногда за этим забывают видеть вот то самое NLP, которое, собственно говоря, для обучения. Но мы помним, и поэтому хотим тоже рассказать. Чего есть в NLP для обучения? Что происходит, когда приходят люди, например, на тренерский курс, который построен на техниках NLP, приходят после других тренерских курсов, в том числе работая уже тренером, но знакомясь с некоторыми технологиями NLP. Происходит обычно веселое. Обычно говорят, о, типа, ничего себе. О, говорят, а так тоже можно. О, как классно. О, а я вот раньше об этом вообще даже не задумывался. Потому что в NLP есть несколько весьма прикольных технологий, которые очень полезны для того, чтобы процесс обучения поддерживать. Поддерживать, ну, как бы со всех сторон, да? Поддерживать и с точки зрения, когда мы кому-то, кого-то чему-то учим, да? И с точки зрения, когда мы сами учимся, например. Ну, то есть, там, для себя, да, это дело ускорять. Что такое? Что такое навык? Что такое, когда мы чего-то умеем делать? В NLP существует одна из замечательных моделей, модель Toad, которая позволяет этот самый навык описать из всех элементов. Описать то, что, ну, любой успешный навык, любой навык, который реально является навыком, он должен в какие-то моменты времени стартовать. То есть, он должен включаться по каким-то внешним параметрам, да, по каким-то триггерам. В нем должны быть какие-то поведенческие действия, что-то должно происходить там внутри навыка, какие-то шаги в какой-то последовательности. Может быть, даже там, типа, если так, то вот так, да, если так, то вот так. Навык должен к чему-то вести, то есть, должен быть какой-то результат этого навыка, желательно проверяемый. Ну, было бы здорово, если бы он был проверяемый, да. Желательно собой проверяемый. Навык должен быть зачем-то. То есть, ну, какая-то такая, ну, мотивация, можете назвать на мотивация, можно назвать чем-то, ну, что дальше, да, там, что потом, там, ради чего большего или не большего, просто, как бы, просто зачем, да. Просто, просто что дальше, к чему мы потом переходим. И таким образом, когда мы говорим слово «навык», мы можем подразумевать очень широкую палитру действий. От самых простых до достаточно сложных. Навык завязывать шнурки, навык приготовить еду, навык вести тренинг, навык достигать целей. Это мы все можем назвать словом «навык», но мы понимаем, что уровни сложностей у этих навыков, они принципиально разные, да. Но, тем не менее, все эти навыки мы можем описать с помощью вполне конкретной, понятной технологии, да, которую мы, вот так и называем «тот». Каждый из этих навыков, как Андрей уже сказал, он всегда в какой-то момент активизируется, актуализируется, запускается. Он не включается сам по себе без какой-либо причины, да. То есть всегда есть что-то, что вызовет необходимость запуска этого навыка. И, конечно же, каждый из этих навыков, он, да, содержит в себе определенную последовательность действий, да. И этих действий может быть и очень мало, и очень много, если навык достаточно сложен. И, конечно же, там есть понимание, для чего и в целом, да, как это повлияет на жизнь. Вот, поэтому, когда говорим об обучении, мы говорим, в принципе, о некоторой стратегии. И в том числе важным моментом является то, что навыки, ну, как бы вложены в друг дружку. Какой-нибудь достаточно крупный навык может состоять из нескольких отдельных, которые сами по себе, там, навыки более мелкие, еще более мелкие, еще более мелкие. Это очень важный момент. Там, как бы, детализировать можно очень до очень, как бы, низких параметров, и, в принципе, в том самом моделировании так и делается. Ну, здесь мы можем только, наверное, сослаться на выпуск НЛП-ТВ, про моделирование он есть, чтобы мы сейчас его не повторяли. Ну, вот, например, да, Андрей, прости, перебью тебя. Вот, например, как это может выглядеть? Есть навык владение иностранным языком, да, владеть иностранным языком, это вполне себе достаточно серьезный навык. Но если мы начинаем смотреть детальнее, то в этот навык будет входить навык воспринимать на слух. Это отдельный навык в рамках большого, да, владения. Навык говорения, да, звукоизвлечения, навык чтения, то есть и каждый вот из этих навыков мы тоже разбираем по вот этой стратегии. Тот, и там тоже есть все вот эти этапы, о которых мы уже говорили. Да, и при обучении, вот здесь вот хочу такую штуку сказать. Иногда, иногда, ну, скажем так, люди, которые рассказывают, да, о каких-то навыках, люди, которые учат чему-то, иногда бывают, ну, теряют, что ли, вот это вот, как бы сказать-то, да, детали замыливаются, у меня навык работает, я уже давно забыл его декомпозировать, то есть разбивать там на частички. Вот. Я периодически сотрудничаю с одним образовательным проектом по поводу репетиторства в математике и информатике, ну, по моей, по моей старой специальности. Вот. Так вот, навык вот какого-то там решения задач, да, решения вот этих вот самых уравнений, он также состоит из разных кусочков, и я замечаю иногда у вот детей, что они потеряли где-то по ходу маленький навык, который там, ну, как бы кусочек. В целом он понимает, как решать вот это уравнение, но на уровне более мелких навыков у него один выпадает, и он где-то в процессе начинает путаться, плюс на минус, там, вот это вот все, и у него потом получается такая, как бы, каша, и он просто, то есть весь, весь большой навык, хотя он вроде бы ему понятен, да, но в какой-то момент он просто бум, рассыпается и падает, и все, и как бы человек сидит, и все, и фрустрирован, да, он не понимает, что дальше делать, потому что у него, как бы, у него пошел какой-то хаос, все, да, и в этом месте, в этом месте, я-то ладно, я-то вижу, что как бы, вот мы идем по структуре, мы проваливаемся вот в эти там детальки, навыка, я вижу, что проблема-то вот здесь вот, да, что вот тут вот нужно навык подкрутить, а в целом нормально, ну, как бы подкрутили, но не всегда, как бы, не всегда вот это вот деление на то, вот не всегда вот эти вот детализации работают, а они полезны, они полезны, чтобы чтобы навык можно было передавать чтобы навыки можно было корректировать чтобы навыки можно было ну как бы корректно описывать в том числе чтоб корректно описывать чтобы например проверить а почему он может быть не работает почему какой-то навык мог перестать работать раньше работал сейчас перестал но это может касаться любых сфер жизни и раньше человек может говорить, да, там раньше я сохранял вес там легко, да, и как-то не прикладывал особых усилий, да, но потом что-то пошло не так, да, и сейчас у меня не получается, я делаю то же самое, я, может быть, питаюсь так же, да, но не получается, или там я не могу начать заниматься спортом, да, то есть я что-то могу делать регулярно, а вот там заниматься спортом не могу. Это значит, что, в принципе, человек действительно понимает, что нужно делать в целом, но есть какие-то детали, которые он не учитывает, и эти детали рушат реализацию стратегии, в принципе, разобравшись в этих моментах, можно стратегию выстроить и сделать рабочую. Что-то поменять под влияние момента, под настоящее, там что-то, не знаю, что-то скорректировать, что-то еще сделать, да, и понять, что иногда какие-то навыки, они, ну, важны какими-то вот своими действительно элементами, и эффективность каких-то навыков состоит в том, что больше или меньше вот тех самых там запускающих моментов учтено, да, там навык, ну, навык тайм-менеджмента, да, он, например, прикольный, но там некоторые люди забывают в тайм-менеджмент вписывать отдых. Получается, как бы тайм-менеджмент, он либо себя загоняет в там постоянную работу, да, либо приходится как-то вот там очень сильно делить, где он перестанет совсем работать, например. Вот. Что еще? Что еще? Дима к нам пришел в комментарии. Дима, Дима, привет. Привет. Вот. Что еще? Окей, это одно, да, то есть декомпозиция навыка, умение его описать, причем давайте умение описать, важным моментом умение описать все-таки сенсорно. Чем сенсорнее мы описываем, тем, естественно, людям понятнее. В тренингах, в каком-то индивидуальном коучинге, в обучении, если объяснили человеку навык по шагам, да, четко, понятно, вот видишь вот это, делаешь вот это, потом вот это, потом вот это, смотришь на вот это, да, там вот получаешь вот это, молодец, да, или там недополучаешь вот это, там вот это, ну, это уже тоже туда немножечко в сторону моделирования, но, опять же, нормальные навыки всегда имеют запасные стратегии. Что происходит, если там чуть-чуть не получилось, да, если сильно не получилось, и это тоже важным моментом является. Что делать в ситуациях вот таких? Детально, да, детально. Можем ли примеры потом по этому поводу строить? Да, конечно, можем. Мы рассказывали вот буквально недавно о метафорах, да, пожалуйста. Навык, описанный по, описанный вот так вот по толту, описанный по стратегии, прекрасно на его фоне строятся метафоры, сказки, истории успеха, истории неуспеха, то есть все, все как бы отлично, все хорошо. И, конечно же, да, эффективность навыка зависит, во-первых, от детальности, простроенности, да, этого навыка и способности этот навык приложить к какой-то конкретной ситуации. Есть навыки, которые могут использоваться достаточно универсально, да, то есть в разных контекстах жизни, и, в принципе, наш мозг так устроен, что если он чему-то новому научается для себя, он стремится генерализировать, да, то есть вот если я там научился завязывать шнурки там зеленого цвета, то мозг будет стремиться к тому, чтобы завязывать шнурки разных цветов, а в дальнейшем не только шнурки, а все, что на это может быть похоже одинаковым способом. И это позволяет, ну, сохранять энергию, да, и вот таким копипастом переносить новый опыт в разные сферы жизни. Тем не менее, бывают ситуации, когда навык в одном контексте дает отличные результаты, но не дает этих результатов или с меньшей эффективностью в другом контексте. И вот здесь нужны дополнительные стратегии. И этот момент очень важно осознать, да, что дополнительные стратегии должны учитывать вот эти контексты, нюансы. И тогда возникают вопросы, а если не совсем получается, да, или если все-таки не получается, каким образом нужно трансформировать или модифицировать этот базовый навык? И это тоже повысит эффективность в обучении. Опять же, важным моментом вот про навыки и в контексте даже не просто, скажем, обучение с нуля, да, а в, ну, скажем, в более тренинговой, да, среде. Там, где люди вроде бы что-то умеют, но надо бы их там доучить, да, там, до чего-то. Важным моментом тоже является идея о том, что необязательно учить человека всему, всему этому навыку по толоту, потому что у него, может быть, половина уже есть. Для тренингов, это для тренингов бывает очень важно, потому что там, ну, как бы, что происходит. Вот, знаете, такой запрос, а вот можете провести для наших сотрудников тренинг по целеполаганию. Вот нам нужно по целеполаганию, чтобы люди действительно там занялись своими целями, а то как-то они так немножечко плавают, а вот как-то вот не особо ставят цели там по работе. Вот, но только проведите, пожалуйста, нам какой-нибудь такой вот тренинг, чтобы вот давайте вот без смартов, да, вот это вот, без ХСРов. Вот это все мы проводили уже, два раза проводили, да, там, три раза проводили. Вот нам что-нибудь, давайте, вот, что-нибудь другое, да, или что-нибудь новенькое, или там что-то еще. Что мы понимаем, вот, ну, как бы слышит такой, да, великий запрос. То есть, смарт, что смарт, что ХСР, довольно простые технологии. То есть, что люди протупили, их не поняли, с пятого раза, да вряд ли. Скорее всего, люди прекрасно понимают шаги этих технологий, шаги целеполагания. Просто люди это самое целеполагание не включают по каким-то причинам. Либо они на работе не понимают, в какой момент надо целеполагать, либо у них нету ради чего целеполагать, да. Все просто. Навык есть, зачем нету. Если у меня есть навык, если я знаю, как это делать, но если я не хочу, если мне незачем это делать, если я не вижу в своей ситуации, в которых я это буду делать. Кстати, вот, Андрей, да, вот, допомню тебя, вот, прям в тему. Очень часто в компаниях бывают ситуации, что с трудником нет смысла повышать свою эффективность. И их можно огромное количество раз обучать разным техникам целеполагания. Они будут их знать, они их будут понимать, но применять не будут, потому что нет вот этой большей мотивации, потому что большая эффективность никак не отразится ни на их, там, зарплате, ни на их, может быть, времени, количестве времени работы, там, и так далее, да. Ну, компании будет хорошо, безусловно, но человек просто, там, будет эффективнее работать. Ну, это никак на нем не отразится на его жизни в других контекстах. Вот. И да, тогда, конечно же, можно много раз повторять одно и то же, но результата не будет. И тогда мы понимаем, что в данном случае тренинг должен быть не по целеполаганию, да, не по смарту в пятый раз, да, там, не по ХСРу. Тренинг должен быть по, ну, вот, по тому самому, не знаю, поиску мотивации, созданию мотивации, еще там что-то вот в таком. Как бы я, может быть, и не любил слово мотивация, ну, оно как бы нормально объясняет. По нахождению того, зачем человеку это делать. Да, мотивация просто очень, достаточно короткое слово, да, может быть, оно ведь удобно. По созданию для чего, да, по нахождению для чего, по объяснению где. Очень часто, кстати говоря, на тренингах вот в структурах типа MLM, да, вот в тренингах, в их тренингах, например, очень часто, очень много внимания уделяют тому, чтобы простейшую, в общем-то, технологию продаж, ну, которая называется, типа, там, достань из сумочки буклетик, да, скажи, тут очень много хорошего, вот, нате, посмотрите, да. То есть, простейшая, как бы простейшая технология продаж, людям объясняют просто на тренингах, вот, с помощью, там, шерингов, круглых столов, там, истории успеха и всего остального, рассказывают, где еще ты можешь достать из сумочки вот эту штуку, да, где еще возникают ситуации, в которых ты можешь начать человека, значит, знакомить, да, и всячески выносить ему мозг своей вот этой вот радостью. И это тоже, это тоже вот указание, да, указание построения тренингов на том, что не хватает. То есть, любой, любой может, там, сказать несколько слов, все нормально, но в какие моменты нужно сказать вот эти вот какие-то базовые слова, да, неизвестно. Тут я, вроде, за хлебом пошел, да, тут я, вроде бы, там, автобус еду, тут я к родственникам приехал, где здесь продажи, да. Ну, ему объясняют, что везде здесь продажи, включая вот эти самые, как бы, триггера, да. Множество примеров. Есть, есть запросы по тренинге, когда человек знает, где ему это надо, знает, зачем ему это надо, вообще не знает, как, да. Классический тренинг, приходим, учим все с нуля, рассказываем, делаем огромное количество упражнений, но, тем не менее, это будет другой тренинг. То есть, здесь не нужно, там, давить на мотивацию, человек, ну, люди замотивированы, нужно на упражнения давить. В других случаях, там, с упражнениями не нужно ничего делать, да, надо, наоборот, там, давить на мотивацию. Вот это, это вот та самая, в том числе, гибкость в обучении, которая, ну, технологии NLP, да, которые позволяют понять, вот есть эти люди, чего им не хватает до этого навыка, ага, вот этого не хватает, значит, нужно это выдать. Тогда мы уже можем, ну, это уже не совсем про NLP, но тоже вопрос, да, как учить людей, там, по интернету, как учить людей без интернета, как учить людей, когда интернет есть, но в него нельзя, да, ну, в разных всяких случаях. То есть, что можно делать онлайн, что нельзя, если можно, то в каком виде, да, какие-то вещи, да, абсолютно невозможно, непонятно как, да, некоторые вещи прекрасно работают онлайн, даже, как бы, в чем вопрос. Потом люди, вот тоже, следующая технология NLP, да, кого мы учим? Мы же учим людей, правильно? Мы говорили тоже в некотором предыдущем нашем выпуске, говорили о маркетинге и рекламе глазами NLP, мы говорили о психотипах, о психотипах, как идея о том, что вот человеку нужен велосипед, да, или нужно тотальное одобрение от других. И мы ему, как бы, с точки зрения, да, маркетинга, ему продается, всю жизнь продается тотальное одобрение. Прекрасно. А есть еще, как бы, то, что удобнее, наверное, в этих, ну, вот в тренингах и обучениях. Архетипы. Мы о них как-нибудь очень глубоко расскажем отдельно, но это... Кстати, да, мы такого эфира еще не проводили. Проводили, да, обязательно сделаем, да. Вот, они похожи, то есть они даже там где-то пересекаются по стратегиям, где-то пересекаются по, там, внешнему виду, но архетипы, они гибче. Архетипы гибче, проще людей в них, там, где-то пошевелить, да, где-то опознать. И тоже под разных мы разному учим. Человек, который находится там, ну, условно такой, давайте, в архетипической детской позиции, он, как бы, все делает, что скажут, да, упражнения делает, там, лекции под запись, там, вот это все, ну, окей, да, классно. Если мы это понимаем, мы ведем тренинг по одному, да, мы рассказываем по одному. Ну, человек там в архетипе, ну, воинском, например, да, ну, там, там по-другому, там вот как раз не надо мотивацию, у него есть, да, там, ну, напомнить просто, что типа, и упражнение, 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 да, не надо там, это вот, там, там, как бы, ну, не сработает, там не надо. Да, конечно, это разные люди, можно даже так сказать, это разные люди, они обучаются по-разному, они мир для себя описывают по-разному, естественно, и обучаются они с серьезными отличиями. А если мы говорим об обучении, ну, внутри корпорации, да, внутри фирм, компаний, да, то все равно мы понимаем, что там нужно учитывать вот это восприятие, да, потому что, как правило, разные отделы, они, ну, будут состоять из определенного типа людей, преимущественно, то есть понятно, что это там не 100%, преимущественно, да, вот, и эту специфику важно учитывать, опять же, для эффективности, и здесь нужно понять тогда тот момент, что и тренер в своей вот такой роли, тренерской роли, он тоже должен соответствовать этой аудитории, да, потому что, ну, не всегда, да, не всегда образ там учителя может аудитории зайти, и мы даже говорим не столько там о каких-то там личностных качествах, тут речь идет прежде всего о стратегиях донесения информации, описания этой информации. Тот самый рапорт, если угодно, который тоже есть такие слова в НЛП, и который, опять же, если мы говорим о рапорте, ну, классическом, да, НЛПСК, который все-таки действительно такой больше психологический, то это одно, а вот добавленный к нему ролевой рапорт, ну, это вот уже совсем другое. То есть это уже как раз таки, да, вот где учители и дети, например, вот сразу там одно, да, там, где старший сотрудник, младший сотрудник, да, где там умудренный опытом, да, и там, где самый харизматичный и не самый харизматичный. Вот эти моменты, да, это тоже НЛПИ, да, эти вещи тоже прекрасно учитываются и строятся. Что еще? Подача материала. Ну, во-первых, да, как бы вот та самая структура для кого, но те же самые там визуально, визуально чего-то там, да, там, как рисовать на флипчарте, да, имея в виду, что у нас есть там визуальные, аудиальные, кинестетические, да, и детальные каналы восприятия. То есть как подавать информацию, то есть как ее структурировать. Ну, это вот такое, это не совсем, наверное, НЛП все-таки, это уже где-то, наверное, смоделированные какие-то штуки. Вот, там тот же самый там майндмэп, да, например, там, ну, типа, достаточно современная концепция, да. Вот, мне, правда, не очень в последнее время нравится, как их начали рисовать, потому что вот изначальные идеи, где есть как бы обобщение, есть структура, да, некоторая общая, попытки запихать в майндмэп все превращают к тому, превращаются просто в то, что это какая-то нечитаемая паутина совершенно появляется. И, ну, утеряно вот это вот, там, может быть, даже по-старому лучше называть этот блок-схемой, да, и рисовать там нормально, как бы, с уровнями абстракции, чтобы было понятно, чтобы можно было по ним ходить там, в том числе головой. Что там у нас еще? А, ну, эти очень красивые рисунки бизнес-тренеров, очень, ну, хотел сказать, классических, нет, наверное, не классических, просто есть школа рисования, там, несколько даже школы рисования вот для бизнес-тренеров есть. Юль, помнишь, как называется эта штука, где очень красиво рисуют тренинг, который слушают? Скрайбинг, вот. Да. Вот, скрайбинг. Окей, да, хорошо, тоже такая, но надо понимать, что это, наверное, все-таки на, ну, на определенный тип людей. То есть, вот такие вот красивые картинки, все переливается, комиксы, там, вау-вау, пыш-пыш, да? Это прикольно. Но это прикольно, вот, опять же, для определенных, наверное, архетипов. Некоторые другие, они уже, как бы, посмотрят на это, скажут, что-то, что-то как-то, вот, нам бы... Несерьезно. Да, да, то есть это может быть воспринято именно таким образом, да? Как элемент развлечения, как элемент, там, переключения внимания, да, но как вот просто формат всего тренинга, это может, ну, дать обратный эффект. Но, опять же, для определенного типа людей, да. Если мы эти вещи понимаем, то мы можем скрайпинг, да, действительно использовать как базовый подход к ведению тренинга для определенной группы людей. Им зайдет просто на ура. Но для другой не зайдет абсолютно никак, и это будет даже такая провальная акция. Вот, ну, и просто если вы понимаете эти вещи, учитывайте их, конечно, тогда любые инструменты, которые вы используете на тренинг, будут работать на вас. Вот, ну, и, наверное, что? Давайте про самообучение, да? Как бы в завершении уже немножечко. Тоже есть такая очень хитрая штука в НЛП, обратная связь высокого качества, которая помимо того, что позволяет, ну, без матерных слов объяснить человеку, что именно он сделал не так, и что ты от него хочешь, да, и так, чтобы он, в принципе, понял, позволяет в том числе разбить. В том числе разбить позволяет навык, которым вы занимаетесь, на, опять же, какие-то этапы. То есть, вот эта вот идея, идея ОСВК, которая, там, что сделал хорошо, а что можно улучшить, да, детально, сенсорно, поэлементно, она превращается в то, что, ну, как бы, навык разделяется на вот такую, как бы, кучу прям, вещей, и мы видим, что, ага, вот это я уже умею, да, а тут вот еще много того, чего тоже можно, но не то, чтобы я должен, это завтра, да, то есть, скорее, вот тут такой признак, что, типа, что еще можно, да, что еще можно улучшить, и они, как бы, вот оно висит, что можно улучшить, и нормально, там, в своем режиме, да, планируя свой, вот этот, планируя свое развитие, добавляешь, добавляешь вот эти вот вещи, там, одну, ну, к тому, что уже получается, раз, добавил, два, добавил, три, добавил, постепенно растет здесь вот это вот. Да, и тогда обратная связь, она действительно становится полезной, потому что позволяет фокусировать внимание на том, что получается хорошо, и на то, на что еще, вот прям в ближайшее время нужно обратить внимание, как привнести что-то правильное, да, допустим, или как сделать следующий элемент правильно, вот, и это, на самом деле, очень крутая фишка ОСВК, обратной связи высокого качества, которая действительно позволяет двигаться вперед и повышать свою эффективность. Ну, в общем-то, в общем-то, пожалуй, наверное, из основного это и все. То есть, и в принципе, в принципе, наверное, мы именно, именно этим мы обычно и занимаемся на тренинге, трениров, которые мы проводим. Это и разделение навыков, вот, на эти самые элементы, это и создание, кстати говоря, упражнений. Упражнений вот из тех же самых там поэлементных, да, и упражнений, которые очень легко, очень легко, прекрасно работают. Если человек знает зачем, понимает когда, он способен просто потренировать это на уровне, ну, типа, как если бы, да, то есть не нужно ничего придумывать, никаких, никаких каких-то там хитрых, обходных маневров, типа, как будто бы мы играем в детскую сказочку про теремок, да, на самом деле мы тренируем тимбилдинг. Блин, нет, давайте мы будем тренировать тимбилдинг без того, чтобы у нас были там ассоциации своих коллег с животными, да. Вот, как-то прямее, да, припримее и клиентов, может быть, тоже. Построение аэропорта, да, те же самые, те же самые, те же самые архетипы, как кого учить, ну, да, те же самые фокусы языка, для себя вести их мало куда в НЛП можно, да, где можно, ну, опять же, где можно объяснить, где у нас в обучении тоже есть предубеждения, с которыми стоит поработать, где у нас есть тоже, ну, окей, когда мы начинаем, когда мы говорим, да, о том, что надо бы там нам с убеждениями поработать, надо бы нам с мотивацией поработать, надо бы нам объяснить, зачем это нужно людям, да, ну все же понимают да что вот когда надо объяснить кому-то зачем там будут фокусы языка там мы будем расстраивать вот это самое зачем почему кто еще это делает рассказывать на противоположные примеры что типа вот один мальчик не отправил письмо счастья и его трамваем переехала например или как-то еще но фокусы языка да конечно будут обязательно ну что если у нас есть вопросы мы ответим посмотри пожалуйста вопросов нету окей значит если они появятся да тогда пишите их в комментариях мы обязательно ответим а если у вас есть пожелания относительно дальнейших наших тем для обсуждения для раскрытия тоже пишите и мы тогда будем делать вот такие видео эфиры под конкретные темы вот ну и что тогда на сегодня мы заканчиваем одну хочу только вещь еще сказать буквально маленькая просто тоже да кому интересно про и нлп ну скажем в образовании таком ближе к школьному есть такой замечательный автор называется майкл гриндер я подчеркиваю майкл гриндер и его книга исправление школьного конвейера интересует очень интересно про правописание про этого но в переводе про русского языка в оригинале про английского языка да ну еще там много про чего по моему там и по математику что-то было там как раз микро стратегии да вот те самые маленькие которые помогают помогают в учебе в школе вот ну что до следующих встреч будем рады с вами увидеться всем хорошего всего дня утра и вечера и до новых встреч до свидания